Мокрый рекорд. Сильные дожди, заливающие Свердловскую область, считаются серьезной аномалией. По словам синоптиков, такое бывает раз в десятилетие. Штормовое предупреждение МЧС продлено еще на сутки, поэтому жители региона призывают соблюдать осторожность. Автомобилистам, особенно тем, кто ездит по трассам, советуют не лихачить, а живущим за городом опасаться гроз и порывистого ветра. Непогода уже натворила бед в области, так гроза оставила без света 14 тысяч человек. Молния, которая вывела из строя оборудование двух подстанций, обесточила Тугылымские и Таллицкие районы, в том числе и родину первого президента Бориса Ельцина, село Будку. Из-за ливней под воду едва не ушла пожарная часть в Невьянске, а многие улицы Екатеринбурга превратились в реки. Между тем, дожди продолжаются. Из-за погодных условий на Урале российский гидрометцентр объявил оранжевый уровень опасности, при котором вероятны стихийные бедствия. Благо, свет в конце тоннеля специалистам уже виден. Осадки ослабеют. Но нельзя сказать, что вся неделя будет благополучной и хорошей, потому что завтра будет прохладно. В последующие дни температура будет повышаться с уходом циклона до 20-26 градусов тепла. В дневные часы ночи будет 10-15. Однако отдельные кратковременности все-таки могут проявляться. Продолжение следует...